Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Светлана Вилкова, и мы будем с вами разговаривать о книге «Русский без нагрузки» авторов Юлии Андреевой и Ксении Труковой. Юлия Андреева родилась в Ленинграде в 1969 году. По семейной легенде стихи начала сочинять очень-очень рано. До сих пор где-то у нее дома лежит детская тетрадка со стихами. В настоящее время Юлия является автором более 60 книг, среди которых преобладают романы и биографическая литература. В каждой своей книге автор старается найти что-то новое, интересное, раскрыть для себя новый угол зрения и показать читателю что-то необычное. Наиболее известными ее произведениями являются роман Фридро Барбаросса, мемуарный цикл «От вчера до завтра», а также много различных интересных произведений. На тропинке заросшей нехоженой вдруг возникли киоски с мороженым. Часто простое мороженое выглядит очень орфографически калорийно, и в нем вдруг появляются две буквы «Н», и оно превращается в мороженое. Именно такой вариант написания мы часто видим на ценниках в магазине или в ресторанном меню. И в этот момент замороженное становится обидно, потому что оно совсем не такое упитанное, каким хотят его показать любители двойной «Н». Правилен только один вариант написания – мороженое. В этом слове нет никаких удвоений. Внешне это слово похоже на прилагательное или причастие, но на самом деле перед нами существительное. Оно отвечает на вопрос «что», а не «какое». Правда, произошло это слово действительно от прилагательного. Возможно, когда-то этот десерт называли мороженым молоком, а потом стали говорить просто «мороженое». Такой путь прошли многие слова. Ванная комната превратилась просто в ванную. Студенческий билет – просто студенческий. В общем, никакие удвоенные «Н» мороженому не нужны. Но вот если это слово превращается в причастие, вторая буква может появиться. Например, «мороженое с помощью современных технологий мяса». Перед нами причастие, да еще и с зависимыми словами, поэтому буква удваивается. А теперь несколько слов о нехоженых тропинках. Нехоженое – это прилагательное, оно пишется с одной «Н». И приставка «не тут» ни на что не влияет. Она никогда не дает оснований удваивать «Н». Запомните эти два слова именно в паре. Нехоженое – мороженое, и вы не ошибетесь. И в том, и в другом только одна буква «Н». Уверяю вас, у пирожного написание вовсе не сложное. Слово «пирожное» страдает не меньше слова «мороженое». В это существительное тоже часто вписывают лишние буквы. Наверняка вы слышали о неком пироженом или даже видели его в кофейне. Лишние буквы «Е» тут появляются, видимо, по аналогии с мороженым. Так и хочется зарифмовать эти слова. Пирожное, мороженое. Но делать этого не стоит. В этом слове только одна буква «Е» в окончании. Пирожное. Образовано от существительного «пирог». Точно так же, как и прилагательное «творожное» – от существительного «творог». А вот мороженое, как вы помните, происходит от глагола «морозить». И, конечно, ни в коем случае не удваивайте «Н». Никаких пироженных не существует. Жениху говорила невеста. Букве «Д» в слове «почерк» не место. Подчерк вместо «почерка» – одна из самых распространенных ошибок. Конечно, многие сейчас жалуются на то, что разучились писать от руки, слишком много печатают. Может быть, с этим и связано, что многочисленные авторы слова «почерк» как будто не пишут, а только подчеркивают. Ведь само по себе существительное «почерк» существует. Подчерк – это результат подчеркивания. Можно, например, написать «посмотри в документе то, что выделено подчерком». Правда, этим словом мы пользуемся все-таки редко. И лишнее «Д» попадает в другое, то, что означает нашу индивидуальную манеру писать. «Почерк». У всех врачей непонятный почерк. В этом слове никаких «Д» не нужно, ведь речь идет не о подчеркивании. От какого же слова тогда образовано существительное «почерк»? Очевидно, глагола «черкать» – спешно, торопливо писать. Или второе значение – зачеркивать, покрывать чертами написанное. Кстати, этимологический словарь Фасмера указывает именно на родство «почерка» со словом «черта». Один из ближайших родственников почерка – очерк. Он образован от глагола «отчеркивать», то есть описывать действительность, очерчивать ее. Именно эта родственная связь, кстати, и поможет вам запомнить правильное написание слова «почерк». Вспоминайте об очерке, и лишнюю «Д» вам ставить уже не захочется. «Бери не займ, бери заем, и будешь нашим королем». Конечно, наш язык стремится к экономии. Чем короче, тем лучше. Иногда принцип отлично срабатывает, но мы инстинктивно выбираем правильную форму слова и его написание, но иногда желание сэкономить подводит. Жертвой такой экономии регулярно становится слово «заем», которое многие пишут и произносят по-другому – «займ». Один слог коротко и ясно, но на самом деле это ошибка. Правильная форма именительного падежа только одна – «заем». Но вот во всех других падежах, а также во множественном числе, оно становится займом. Вот в чем хитрость. Займа, займу, займом, о займе, займы. Соблазн перенести букву «И» в именительный падеж, конечно, велик. Вероятно, отсюда и распространенная ошибка. Кстати, часто на поводу ошибающихся идут сами компании, представляющие займы. Дело в том, что в поисковых системах часто ищут именно займ, а не заем. Поэтому и сайты компаний предлагают именно займ, иначе информацию об их услугах будет найти сложнее. Получается, что коммерческое предложение подстраивается под народную орфографию. Побратим займа – «наем». С этим словом абсолютно та же история. Очень часто используется неправильный вариант «найм», тогда как единственно верным остается «наем». Но найма – найму, наймом, о найме. Эта история с падежами, конечно, запутывает, но все-таки тут все логично. Объять – объем, принять – прием, занять – заем, нанять – наем. Запомнить не так и сложно. Кстати, вот какие отзывы оставляют наши читатели. Книга замечательная. Все самые яркие ошибки, которые делают люди в речи и письме, есть в этой книге. Каждый пример объясняется. Все предельно понятно. Благодаря зарифмованным правилам и крупным картинкам они легко запоминаются. Полезность книги зашкаливает. Всем рекомендую. В ней точно найдется то, что ранее было неизвестно. Прекрасная книга. Легко запоминаются примеры, приведенные авторами. Замечательное оформление. Книга должна быть настольной у всех, кто хочет говорить и писать по-русски грамотно. Очень интересная книга, позволяющая разобрать самые популярные ошибки. Написано доступно. Авторы апеллируют к правилам русского языка. Будет полезно для повседневного использования. Самое главное, что авторы уделили внимание написанию современных слов и словосочетаний, которые появились недавно в русском языке. Думаю, это оценят активные пользователи интернета. Книга замечательная, очень веселая, легко и доступно написана о самых трудных случаях в русском языке. Картинки и стихи только помогают в запоминании сложнейших правил. Своевременная и долгожданная книга. Аква, медиа и промо пишут слитно, без разлома. Если вы посещаете фитнес-клуб, то наверняка видели, как его посетительность приглашает на акваэробику. Именно так, через дефис. Видимо, пишущим кажется, раз аква – это часть сложных слов, то и писать ее надо как-то по-сложному. Поставим-ка дефис. К тому же стечение двух букв А выглядит не очень красиво. А в середине слова возникает непонятное сочетание двух А и Э. Но бояться всего этого на самом деле не нужно. Соседство двух А вполне возможно, а часть сложных слов вовсе не всегда предполагает дефисное написание. Акваэробика пишется слитно, так же, как и все остальные слова, которые начинаются на аква. Аквагрим, аквакультура, акватехника. Для запоминания частей, которые пишутся именно слитно, кто-то даже придумал специальное слово-подсказку. Автомото, велофото, телерадио, монтюр. Правила русского языка действительно предписывают писать это безразмерное слово слитно. Правда, жаль, что в него вошло не все. Например, не попали туда части медиа и промо. Их очень часто незаслуженно пишут именно через дефис. То и дело появляются медиаресурсы или промокомпании. Дефисы в этих словах на самом деле не нужны. Промокомпания акваэробики появилась на всех медиаресурсах. Ни одного дефиса запомните. В масленице, если честно, двум буквам Н обычно тесно. Слово масленицу мы активно используем всего 7 дней в году на масленичной неделе. При этом часто пишем его с ошибкой. А потом снова убираем масленицу на дальнюю полку и достаем уже следующей зимой или весной. С той же ошибкой. А потом снова убираем масленицу на дальнюю полку и достаем уже следующей зимой или весной. Снова с той же ошибкой. Так совершается круговорот двойной Н, которая в этом слове вовсе не нужна. Но этот круг надо разорвать. Наверняка на масленичной неделе вы видели объявление или надпись в ресторанном меню со словами «Масленица». Это неверное написание, хотя и очень распространенное. Конечно, соблазн добавить еще одну букву Н велик. Масленица ассоциируется с избытком, лоснящимися от масла блинами, пирогами и другими кондитерскими излишествами. Так и хочется и само слово дополнительно умаслить. Но делать этого не нужно. Название этого праздника пишется с одной буквой Н, потому что образовано от без приставочного прилагательного масляный, где тоже одна Н – масляный блин. А вот если добавится приставка, удвоится и количество Н. Масляный станет промасленным или умасленным. Но масленица и масляные пишутся только с одной Н, запомните. Кстати, не забывайте о том, что заканчивается масленичная неделя прощенным воскресеньем. Это еще одно название, которое незаслуженно страдает от лишних букв в суффиксе. Часто можно увидеть прощенное воскресенье с двумя Н, но это тоже ошибка. Это устойчивое сочетание, в составе которого прилагательное, образованное от причастия, пишется с одной Н. Точно так же, как в словосочетаниях. Названный брат – посаженная мать. Так что провожайте масленицу в прощенное воскресенье, а заодно скажите прощай и лишним Н в этих словах. Вторую Л из слова «галерея» мой шеф вычеркивал, ругаясь и зверея. Часто у нас срабатывает стереотип, а раз слово иностранное, то в нем обязательно надо что-нибудь удвоить. Так происходит и с теми словами, которые появились в языке недавно. Трафик, шоппинг, сканер. Так и с теми, что существуют в русском языке уже очень давно. Жертвой такого несправедливого удвоения время от времени становится слово «галерея». Это слово пишется с двумя Л – «галерея». Слово «галлы» ни при чем. Хотя к той территории, где они когда-то жили, это слово отношение безусловно имеет. У галереи французское происхождение. А вот во французский это слово, скорее всего, попало из итальянского и по дороге все-таки потеряло одну букву Л. В итальянском «галерея» означало церковную паперть, но сейчас следов той итальянской орфографии нигде не осталось. Галерея пишется с одной Л. У галереи есть товарищ по несчастью «Балюстрада», которая довольно часто оказывается «Баллюстрадой». Ну а галерея из Дуная Л, кстати, попала в расстрельный грамматический список, который составили резиденты интернет-ресурсов «Лукоморье». Это большой перечень разных ошибок, по которым, как считают авторы, можно определить неграмотного человека. Любопытный факт, когда существительная галерея попала в русский, простой народ тут же преобразил ее в гальдерею, то есть место, где много галдят. В существительном «длина» буква Н всего одна. Признайтесь честно, вам хоть раз хотелось произнести слово «длина», растягивая Н. Длина. Но удлинять длину не нужно. Кстати, и этот глагол тоже пишется только с одной буквой Н. Соавтором Юлии Андреевой является Ксения Туркова, журналист, педагог, кандидат филологических наук. Родилась в 1980 году в городе Железнодорожной Московской области. В настоящее время преподает русский язык и стилистику в МГУ имени Ломоносова. Книга «Русские без нагрузки» создана авторами как некой практической пособии. В ней собраны и актуализированы наиболее интересные ошибки взрослых людей в правилах произношения русского языка. С помощью мнемонических стихотворений и забавных запоминающихся иллюстраций авторы разъясняют разницу между такими словами, как «одеть» и «надеть», «в следствии», «в последствии», «вообще» и «в общем» и другими разнообразными ошибочными и правильными вариантами в произношении русских слов. А вы читали книгу «Русские без нагрузки»? Делитесь своим мнением в комментариях.